ММКФ это не только показы долгих артхаусных фильмов, это ещё и звёздные тусовки, на которые стекается весь московский бомбард. Не смогла пройти мимо вечеринки журнала Хэллоу и наша Юлия Боборина. О какой кинороле мечтают эстрадные звёзды? Лучшее место для обсуждения этого вопроса, безусловно, вечеринка Хэллоу в рамках ММКФ. Нехарактерно я бы хотел сыграть такой, знаете, на каком-нибудь антигероя. А то всё время на позитиве, на позитиве Арнольда Шварценеггера. Нет, Терминатора, да. Хотела бы сняться в какой-нибудь мелодраме. Причём я бы хотела сыграть какую-то сложную роль. Я мечтаю играть в ситкоме, только меня никто не берёт никуда. Давайте, пожалуйста, товарищи продюсеры, если вам нужна роль смешной девочки, это я. Пожалуйста, приглашайте меня. Кстати говоря, Анна приходит без спутника. Неужели любовь прошла, завяли помидоры? Ну и какой же светский раут без традиционного перемывания косточек? Мальчишки всегда обсуждают девчонок, девчонки всегда обсуждают мальчишек. Это вечность, это вечность. Как бы не так, на этот раз на повестке дня совсем другой вопрос. О чём же так долго в своей импровизированной студии для коротких интервью вели беседу Рината Литвинова и Никита Михалков. Очень-очень хорошо с ней поговорил, абсолютно не связано ни с чем. Я очень ценю её. Она своя планета, и она заставила людей и зрителей воспринимать себя такой, как она есть. Посоревноваться с Ринатой в количестве полученных комплиментов может разве что главный редактор «Хэллоу» Светлана Бондарчук. Вот её-то появление гостей ждут с нетерпением. Мне больше интересно, в каком платье будет Светлана Бондарчук. Хочется сегодня насладиться вот этой красотой, вот этой прекрасной. Дождался-таки. Я сегодня, признаюсь, всё-таки собиралась в салоне. Я даже успела зайти к косметологу. Да, это шик просто. Сегодня изменила российским дизайнерам, и я сегодня в платье своего любимого дизайнера, дрессонотом, такой есть, бельгиец. Конкуренцию Светлане в этот вечер составляют лучшие девушки нашего шоу-бизнеса, и привлекают они внимание журналистов разными, подчас довольно неожиданными способами. Периодически можно брать с собой, ну, не тупо, да, телефон, чтобы в нём копаться, как все сидеть в Инстаграме, а можно взять с собой, например, книгу. Выбрала универсально красивый наряд. Я просто очень люблю красоту, красивых людей и приятные компании, ещё после чего красивые фотографии. Те, кто не увидел себя в этой подборке, тоже получат шанс. До завершения ММКФ запланировано ещё несколько вечеринок. И уж там-то все звёзды покажут, на что способны они и их стилисты. Юлия Бабурина, Оксана Сенечева, ПРО Новости.